Перепись населения Перепись населения – это мероприятие, которое позволяет получить сведения обо всем населении страны и его таких характеристиках, как демографические, социальные, экономические, этнические. Что из себя представляет перепись населения? Перепись населения – это быстрый сбор, обработка, анализ и последующая публикация данных о населении. История переписи населения нашей страны начинается с первой переписи, всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Эта перепись охватила все население страны и имела научно обоснованную программу ее проведения. Вообще по научно обоснованной программе проведение переписи началось в Западной Европе, в Бельгии. Известный статистик и демограф Адольф Китле в 1847 году организовал и провел такую перепись населения. И в дальнейшем, именно опираясь на эту программу переписей, были проведены переписи и последующие. Итак, проведение переписей основывается на определенных принципах. Существуют такие принципы проведения переписи, как понятие критического момента переписи, то есть все сведения собираются по состоянию на определенный момент времени. И таким моментом выступает 0 часов 0 минут накануне первого дня переписи. Например, предыдущая перепись населения 2010 года, все сведения собирались по состоянию на 0 часов 14 октября. Второй принцип проведения переписи – это принцип самоопределения. То есть все сведения, которые подаются, они ведутся со слов переписываемого. То есть нет никаких подтверждающих документов и не требуется подтверждение слов, которые дает респондент. Кроме этого, очень важный принцип проведения переписи населения – это принцип конфиденциальности. То есть все данные, которые собираются переписью, они используются только в обезличенном, обобщенном виде. И никакого персонифицированных данных перепись населения не приводит. Централизованный характер проведения переписи. Перепись всегда проводится по единой программе и преемственность проведения переписи. Вот такие основные критерии, которыми руководствуются при проведении переписи населения. И все отечественные переписи, они как раз основывались на этих принципах. Когда проводится перепись, учитывается население. И здесь выделяется две категории населения. Население постоянное и население наличное. А постоянное население – это те, кто находится на данной территории, постоянно проживают. И даже независимо от того, на момент переписи, где они находятся, например, в отъезде, в командировке, на отдыхе, они все равно будут относиться к постоянному населению. И вторая категория – это население наличное. Наличное население, оно уже, судя по самому определению, оказывается на лицо на данной территории. То есть это временно пребывающие на данной территории, это могут быть и туристы, и командированные, и так далее. И таким образом собирается информация именно о всех людях, которые на момент переписи находятся на данной территории. Как я уже сказала, круг данных, которые собираются при проведении переписи населения, охватывает самые различные аспекты. Это демографические характеристики, это социальные характеристики, экономические, этнические, которые дают состав населения по этим различным критериям. И никакой другой источник информации эти данные не может предоставить. Потому что именно перепись населения охватывает всех жителей. Всех жителей мы получаем как бы такой моментальный снимок всех, без исключения, жителей страны, которые участвуют в переписи. Демографические характеристики, которые мы получаем при проведении переписи, характеризуют, ну, прежде всего, количество населения. Распределенное по гендерному признаку, то есть количество мужчин, количество женщин и, конечно же, распределение по возрасту. Значит, возрастные группы, которые выделяются при проведении переписи, они в дальнейшем используются для различных целей. Это и социально-экономические программы, это и вопросы занятости населения, обеспечения детскими садами, школами. То есть все эти вопросы, они как раз решаются, имея точную, достоверную информацию о численности и составе населения. Но кроме численности и состава населения, при проведении переписи регистрируются данные о рождаемости, о репродуктивном поведении населения, о брачном состоянии. И эти тоже уникальные данные, которые ни в каких других источниках обо всех людях получить невозможно. Также при проведении переписи мы используем данные, которые получают о миграционных перемещениях. Миграционные передвижения населения, население очень мобильно. И вот именно получить данные о том, какие происходили передвижения, мы можем именно используя материалы переписи. То есть проживает с рождения или не с рождения, с какого года проживает данный человек на этой территории. Это как раз позволяет нам дать перепись населения. Социальные характеристики, такие как образование, жилищные условия, это тоже уникальные данные, которые свидетельствуют о распределении по различным уровням образовательным. Характеристики жилищных условий, именно для всех жителей страны. Экономические показатели, экономические характеристики, это состояние занятости, безработицы, это доходы населения. И блок этнической информации об этнических характеристиках, это данные о распределении по национальностям, данные о родном языке, данные о владении другими языками. И это тоже уникальный информационный ресурс, который позволяет нам получить как раз распределение по этническому признаку населения. Потому что никакие другие источники этой информации у нас, в нашей стране их нет. Соответственно, вот эта информация, которая получается при проведении переписи, она в дальнейшем широко используется для составления демографических прогнозов, социально-экономических прогнозов. То есть вот эти все характеристики состава населения, его распределения по территории, они очень востребованы. Востребованы экономикой, востребованы научными исследованиями. Поэтому представляет такой вот уникальный информационный ресурс, в котором аккумулируются вот эти данные. Перепись проводится в краткие сроки, именно потому что население очень мобильно, подвижно, происходит постоянное изменение в результате миграционных перемещений, в результате рождений, ухода из жизни. И поэтому вот для того, чтобы получить достоверную информацию, используется понятие критический момент переписи, и все сведения собираются по состоянию на этот момент времени. Организация переписи может быть произведена различными способами. Это может быть опрос, когда переписчики приходят непосредственно в домохозяйство и собирают информацию. И это также может быть и интерактивное представление сведений. Это использование системы интернет, телефон, где можно также предоставить информацию о себе, о своей семье. Единицей учета при проведении переписи населения, начиная с переписи 2002 года, является домохозяйство. До этого в нашей стране единицей учета была семья. И тут вот мы перешли уже на международную классификацию учета при проведении переписи, когда такой единицей становится домохозяйством. Ну и данные, которые собираются при проведении переписи, они затем обрабатываются, обобщаются, анализируются, и представляются уже в форме специальных выпусков, статистических сборников. И также размещаются в свободном доступе на сайте Росстата. Если мы обратимся к материалам переписи 2002-2010 года, они находятся в открытом доступе именно вот на этих страницах. И вот буквально на днях 1 октября стартовал раунд переписи 2020 года. Ровно год до ее проведения она будет проходить в 2020 году с 1 по 31 октября. И уникальная особенность этой переписи, что впервые в истории переписи, она будет проводиться в цифровом формате. То есть не будет традиционных бланков бумажных переписных листов, будут использоваться планшеты. И кроме того, также эта перепись будет проходить еще и через интернет, через портал госуслуги. Уже определенный опыт в использовании этого ресурса был получен при проведении пробной переписи 2018 года. Ну и, соответственно, будут сделаны выводы. И наилучшим образом, чтобы организовать этот процесс, как раз сейчас ведется такая подготовительная работа для того, чтобы перепись 2020 года была полной, чтобы был полный учет всех жителей, чтобы она прошла на очень высоком уровне и по организации, и по полученным сведениям. Ну и еще хотелось бы сказать, что вот особенностью переписи 2020 года также будет учет миграционной мобильности, будет учитываться маятниковая миграция, чего, в общем-то, в практике отечественных переписей никогда не было. Это тоже будет очень интересный материал получен именно о трудовой миграции, которая сейчас очень активно в нашей стране развивается. И практически все территории страны задействованы в этих процессах. Поэтому участие в переписи 2020 года – это очень большая и важная задача, которую нужно решить всем жителям нашей страны. и активно принять участие в мероприятиях переписи 2020 года. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok